Сезон янтаря открылся на Полесье с приходом весны. Сошел снег и на месторождение вышли старатели со своими мотопомпами. Что они успели всего лишь за несколько последних дней, расскажут наши корреспонденты. Возле карьера госпредприятия Бурштун Украины кипит работа. Правоохранители говорят о четырех десятках, местные о сотне мотопомп. Вчера 20 бойцов спецназначения пытались утихомирить старателей. Начальник райотдела сначала традиционно пытался избежать общения с журналистами. У вас помпы працуют очень много. Сейчас нет. Я только с Клесова принял. Но потом все же решил прокомментировать стычку спецназовцев и старателей. Как оказалось, до кровопролития не дошло. В Рочище Христи, неподалеку СМТ-Клеси, неведомость с допомогой 15 мотопомп подбивает Уштин и Сегрецин. В Вище указанном Рочище было заблоковано группой неведомых людей. Кількостью близко 120 людей, которые проводили себя захвалу и агрессивно по отношению к пациентам полиции. В отношении некоторых старателей за сопротивление полиции открыли уголовное производство. А вот у сотрудников Укрзалезницы свои печали. Старатели возле того же карьера повредили железнодорожные пути. Над полотном и под ним пустили пожарные шланги, чтобы откачивать воду. Из-за Львова приехали плавцы. Снимали эти пути. Конечно, подмилили, подмилили, потому что это железнодорожная дорога. Я с митами говорил, что они сказали, что если не лезли туда, то мы эти полы перемивайте, что делать. Сейчас здесь тихо. Мотопомпы сменили селяне. Они с очками вылавливают из ям остатки янтаря. Это в основном мелкие камни, так называемый минус. Подбирая за старателями с помпами, много не заработаешь. На другом месторождении в том же Клесове с утра тоже кипела работа. Во время добычи одному из старателей стало плохо, говорят местные. Позже он умер. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют. После инцидента нелегальную добычу все же остановили. По информации наших источников, сейчас самая массовая добыча янтаря сосредоточена именно в Клесовой Римненской области и в обыще Житомирской. Гудят моторы и в других районах. На работу все еще не организовали. То есть старатели должны будут платить определенную сумму за право добывать камни. Запустить подобную программу планируют в середине марта. В полиции такой вариант не подтверждают и не отрицают. Я вам скажу, что оперативной информацией я поделиться не могу. Мы готовимся до приема Оперштаба и готовимся до, скажем так, борьбы с незаконным выдопытком. В Сарнах все еще ждут усиления сил Оперштаба. Пока же в нем всего 20 бойцов спецподразделения. Анастасия Старовойт, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Римненская область. Римненская область.